МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працуя Марина Джалая. Глядите в этом выпуске. Попереджение злочинности. Сегодня у Гомеля обмерковали профилактические меры. Право быть самостоинным. Мобильный додаток штурман, допомагая неведущим людям. Горкая хвороба. Сегодня с усветный день боротьбы с цукровым диабетом. А зараза бгеты мы иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с незвычайным и полномоцным послом Грузии в Беларуси Давидом Катары, который завершает дипломатичную миссию в нашей краине. Кировник державы поведомил о подрыхтовке своего визита в Грузию. Александр Лукашенко выказал надею, что Давид Катары, який унес великий уклад в развитие беларуско-грузинских относинов, сможет оказать поддержку обо двум бокам в этом питании. Дипломатичные относины Беларусь и Грузия усталевали у студене 1994 года. В 2007 году было открыто посольство Грузии в Беларуси, а саженевне 2017-го функционирует посольство нашей краины в Тбилиси. Протягиваем выпуск. Профилактичная работа у Гомеля была на парадку дня областной координационной нарады по борьбе со злочинностью и коррупцией. На фоне огольного снижения у зровня злочинности по области у Гомеля криминогенная ситуация застается напруженной. За непокойность выкликаясь улетний рост в колькости порушения в закону по линии криминального вышуку. И у приватности подлетковая злочинность. Больше стало злочинство вздействованных в стане алкогольного опьянения те особами, которые имеют судимость, а так само выпадков махлярства. Основная передумовая для супраисправных деяния – пьянство и прационная незанятость. Умова по спеховой профилактике узгоднены и скоординованные деяния правоохранных органов и всех затекавленных служб. Однако проверки супрационников органов прокуратуры свечать. Не за все до этой работы ведется на належном узровне. Органами прокуратуры области проведена проверка работы субъектов профилактики города Гомеля. Установлены, выявлены факты нарушений со стороны субъектов профилактики, таких как здравоохранение, органов образования, органов внутренних дел, жилищно-коммунальных служб города. Выником координационной нарады стали конкретные мероприемства, накерованные на повышение у Гомеля эффективности работы по профилактице злочинности. Традиционно в середине листопада во всем свете проводятся мероприемства о поддержке тех, кто стратил зрок и опынулся в тяжкой житевой ситуации. Зараз в Украине проходит акция на приеме у выконками человек с белой палкой. В ее рамках слепые люди на практице демонструют, как можно самостоянно ориентоваться в городе. Допомогает им у гэты мобильный додаток «Штурман». Наталья Капрыленко с подробностями. Белая палка и смартфон в руках. Выход у город с таким руштунком для Дмитрия не первый. Молодый инвалид по зроку уже несколько месяцев освоил перемещение по городу по новой мобильной программе. Штурман. У якости его любой абонент, с которым звяжется по телефоне слепый человек. Те, удачи на выпадку, пилот. Его задача – накеровывать камеру смартфона на простору перед собой. Штурман, вводший пилота, прокладывая маршрут, рассказывая, якобы, степера шкоды и трапить у потребный будинок. Сегодня в очаме молодого инвалида был его сябр. Довольно часто диспетчерами и штурманами выступают волонтеры из любого кутка Беларуси. Для незрячего человека это очень хорошее подспорье. То есть это нельзя сказать, что это основное. Можно на это полностью займеть хороший смартфон, и это приложение поставить, и так ходить по городу. Все равно проходить реабилитацию какую-то, то есть научиться ориентироваться с тростью. И штурман – это очень хорошее подспорье, потому что очень хорошо позвонить и обратиться к тому человеку, который на расстоянии, и он благополучно хорошо может провести. В регионе проживает амаль 2000 инвалидов по зроку. Проект с применением мобильных махчимостей закликает не только молодых инвалидов, а и людей с проблемами зроку больше сталого взрослого не бояться сучастных технологий. В чем и заключается эта акция, мы хотим при помощи наших новейших технологий покажем, как самостоятельно инвалид по зроку, тотально слепой, может спокойно идти на прием к любому руководителю любого ранга, для решения каких-то личных или должностных вопросов. Инвалиды по зроку нашего региона одними спиршими в Украине опробовали новый мобильный проект. После практичного испытания мобильного додатка у Комитета по праце социальной обороны насильства Абеллы Баканкама прошел круглый стол, присвященный социальной реабилитации инвалидов и развитию безбарьерного сяродзя. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель». Сегодня светный день боротьбы с уприть диабету. Его мета повысить узровень информованности насильництва о проблемах этого захворывания и связанных с им ускладнениях. Заразу в Гомельской области на диспансерному лику у эндокринологов находятся каля 47 тысяч человек. И с кожным годом лишь бороться. Диабет бывает двух типов. Первый, возникает за недостаткового створения уластного инсулину, развивается переважно у детей и подлетков. Им необходные штуденные около инсулину. Диабет другого типа выявляется у людей в возрасте 45-50 годов. Больше 60% выпадков приходится на женщин. Это отлумачивается у темлику и большей протяглостью життя опошних. На развитие диабета этого типа шмат учим уплывая неправильный лад життя, который приводит к заявлению лишней ваги. Так само сиротфактора у риски – спаршенная схильность. И когда диабет первого типа – это незворотный процесс, то пациенты с другим типом устанут полепшить якость своего життя, когда будут выполнять основные правила. Это снижение ваги тела и физическая активность. Когда показчики в уровне глюкозы у крови только приближаются до критичных отзнак, важно прислуховаться до наступных парадов специалистов. Это изменение рациона, это частое дробное питание, желательно 5-6 раз в сутки, уменьшить объем порций, калорийность. В идеале хотя бы раз в год сдавать сахар крови, контролировать, если уже есть какие-то повышения, может быть даже купить аппарат, который будет помогать мерить сахар крови в домашних условиях, глюкометр. Ну и добавить какую-то физическую активность хотя бы 3 раза в неделю. В Гомеле прошел первый фандомный фестиваль «Фритайм Дэнс». Молодым удельникам, которые приехали из разных городов Беларуси, России, Украины, нужно было сделать максимально докладные каверы на танцы и песни корейских выканавцов. Что с этого отрималось, доведался Дмитрий Котов. Прихильникам аниме культуры из разных стран Гомель добровядомы. На протягу трех годов в нашем областном центре проходит фестиваль косплея и сушастной, у сходнеазиатской культуры «Фритайм Фест». И он, сбирая аматоров, первоособляться у любимых персонажей аниме, фэнтези и компьютерных гульняв. У программе арт-выставы, одиночные групповые дефиле, виде косплей, танцевальные и вокальные конкурсы. Все лет организаторы выросли у першиню провести еще один фестиваль «Фритайм Дэнс». Мы решили разделить все это. То есть сделать один отдельный фестиваль, специально для людей, которые танцуют и поют. Ну, мультифандомный фестиваль получился такой. Музычный фестиваль «Фритайм Дэнс» – перший не только для Гомеля. Аналогов не сну ей во всей Беларуси. До организаторов пришло каля 800 заявок от же хоров нашей краины, а так само России и Украины. На фестиваль у Гомеля трапили 150 удельников. Активный, продвинутый фестиваль. То есть мы тут уже на самом деле не первый раз выступаем. Это, ну, есть просто фритайм фест, фритайм фестиваль, а здесь фритайм дэнс. Поэтому здесь мы первый раз, но в целом на таком мероприятии мы уже не впервые. Поэтому за привычку просто нам нравится хорошее выступление, хорошее видео. По-разному номера подготавливаются. Бывает, что можно сделать номер спокойно за две недели, а бывает, что делается несколько месяцев. В конкурсную программу склали пять номинаций. Танцевальные номеры под музыку вядомых выканавцев, вокальные номеры, короткие костюмированные выступления, данс-баттл и уникальный формат конкурсу, когда на сцене одразу выступают и вокалисты, и танцоры. Головная задача – сделать максимально докладный косплей. Каждое выступление сопровождалось гушными овациями. Существующая хореография, вядомые треки, энергичные танцы, захопленная публика. У сегодня это фритайм дэнс. Уличывающий великий интерес до аниме культуры, у этой идеи есть будущее. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Цельёгка быть татам. Тема сегодняшней программы «Добрый вечер, Гомель». Какие они сучасные таты? Как выховывать своих детей чемпионы света? И что такое совет батьков? Реальные истории, нечеканные признания, парады психолога и рекомендации, вядомых вытворцей детячих цацек сегодня у прямым эфиру у 20.40 у программы «Добрый вечер, Гомель» на Беларусь-4. Долучайтесь до разговора. Номер телефона у студии – 34-22-30. ГТ и другие новини вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsv.gomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить Максим Савин.